Константин Павлович, добрый день. Мы сегодня находимся с вами на презентации книги «Дорога жизни» Алексея Григорьевича Сухарева. Давайте немного поговорим о нём как о личности, кто он для вас? Какое становление, возможно, этапы связаны с ним? Для меня было очень интересно и приятно присутствовать на этом. Начну с того, что мои два ребёнка и дочь и сын закончили ВМК МГУ. И, конечно, я был очень хорошо знаком с этим факультетом. Для меня было очень интересно, в частности, выступления Сокового, потому что вот сын у меня старший, и я наблюдал, так сказать, как падал, к сожалению, уровень преподавания на факультете в 90-е годы. Дочка была просто в какой-то степени разочарована. Но независимо от этого, я прекрасно знаю и компанию «Ауриго», которая создана Алексеем Григорьевичем. Знаю многих сотрудников этой компании, мы с ними работали. В частности, в той области, которой я сейчас занимаюсь медициной, а в «Ауриге» достаточно большие связи в работе с известной германской фирмой «Дрейгер», которая занимается медицинскими приборами. И всё это привело меня сюда и послушайте. Книжку только сегодня приобрёл. Но, надеюсь, в ближайшее время прочту. И, конечно, мне очень приятно, что Алексей Григорьевич по-прежнему бодр. Хотя должен честно сказать, что он моложе меня. Давайте немного поговорим о том, как вы его воспринимаете в своих глазах. Потому что вот некоторые говорили о том, что он всё-таки больше математик, а для кого-то он больше предприниматель. Он, тем не менее, был у истока создания Ассоциации Рософта. Сейчас он уже историк и автор многих учебников. Вот вы как его воспринимаете? Вы знаете, я в первую очередь воспринимаю его как личность. Потому что, ну, на мой взгляд, и даже как бы на своём опыте, то есть, когда создавалась моя фирма, то есть, руководитель фирмы, и я был его, так сказать, заместителем. И у нас было как бы договорено, что он в первую очередь занимается бизнесом, а я занимаюсь технологией наукой. К сожалению, он достаточно рано ушёл из жизни, и мне пришлось взять и то, и другое на свои плечи. И я понял, что, ну, в бизнесе тоже есть интересные аспекты. Вот. Но что самое главное, вот как раз пример компании у Рига в какой-то степени был, что я до сих пор, ну, считаю себя в первую очередь, так уж извините, я всегда считал, что понятие русский инженер — это такое высокое понятие, и, так сказать, всегда горжусь тем, что я русский инженер. И вот Алексей Григорьевич, я не обращаю внимание на все те титулы, которым он обладает, а именно человек, который создаёт, который исследует, и результаты их исследования притворяют жизнь. А без занятий бизнесом, наверное, это было бы сложнее. Спасибо большое за интервью.